Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами университетский хронограф. Неделя подходит к концу и, как всегда, она была насыщена разными интересными событиями. Настроение уже у многих студентов предновогоднее, но не стоит забывать, что приближаются ответственные и напряженные дни, а именно сессия. И ребята стараются. Ну а пока я, Юлия Румянцева, расскажу вам о студенческой жизни университета на этой неделе. Сегодня в выпуске. Оказывается, математика – это увлекательно и даже неожиданно. Желанная награда – золотая тыква. Битва за престол продолжается. Итак, сначала о серьезном. Математические проблемы и методы их решения. Эта интенсивная образовательная программа стартовала на базе «Точка кипения ТВГУ». Именно здесь старшеклассники Твери смогут получить те знания, которые позволят им успешно сдать экзамены по математике в школе. Кому-то стать победителем профильных олимпиад, а затем и студентом. Попробовала устранить пробелы в своих знаниях математики и корреспондент Универ ТВ Алина Вихрова. Многие из нас в школе задавались вопросом, а пригодятся ли нам в жизни знания законов такой сложной науки, как математика? Ведь это один из самых трудных предметов. А вот 40 тверских школьников готовы познать ее азы, придя на интенсивную образовательную программу «Математические проблемы и методы их решения». В рамках этой программы ребята узнают не только о способах решения нестандартных задач, но и о том, как математика позволяет решать проблемы в области логистики, экономики, есть ли задачи без решения и что такое математические софизмы. Программа проводится второй раз, и число желающих участвовать в ней растет. Занятие со школьниками организует организация «Орион». Она, по-моему, существует при Министерстве образования Тверской области. Ну и цель – собрать школьников, которые как-то интересуются в данном случае математикой, ну и с ними провести некие занятия с тем, чтобы развить их интерес к математике, если таковое имеется. Благодаря этой программе многие тверские школьники смогут быстро и правильно решать сложные задачи, сдавать экзамены, успешно участвовать в математических олимпиадах. Тем более, что занятия здесь ведут профессионалы высокого уровня. Безусловно, понравился преподаватель, потому что преподаватели высокого уровня – это университетские преподаватели. Они знают, как преподавать, знают много материала и как его подавать правильно. Нет какой-то особой строгости, они на одной волне с учениками, это очень приятно. Побывав на занятии по геометрии, многие не только почерпнули новые знания, но и задумались о будущих профессиях, которые требуют математического склада ума и аналитического мышления. Я планирую сдавать профиль на математику в итоге, но и дальше я хочу связать свою жизнь с математикой и думаю, что это мне будет полезно как новый опыт. И это вполне осуществимо, ведь занимаются здесь с ребятами опытные преподаватели университета, которые умеют объяснять все понятным для них языком, показать поэтапное решение задачи, чтобы каждый смог самостоятельно выстроить у себя в голове алгоритм и успешно применить его в процессе работы. И что самое главное – это возникающий интерес, желание постигать эту сложную науку – математику. Немало нового для себя открыли на этом занятии и мы – Алина Вихрова и Алексей Горобий. Стремление к успеху, к победам присуще и гуманитариям. Вот уже 17 лет литераторы Твери участвуют в творческом соревновании за право стать обладателями «Золотой тыквы». Это ежегодная литературная премия, которую учредил Тверской союз литераторов. И как всегда в декабре в библиотеке имени Горького состоялась церемония награждения победителей. Там побывали Анастасия Шишкина и Анастасия Степаненко. «Золотая тыква, для тебя литератор Твери» – под этим лозунгом прошло награждение поэтов и прозаиков Тверской области. 17-й конкурс включал в себя 4 номинации, в каждой из которых победители получали такую экстравагантную премию. И вот лауреаты названы. В номинации «Лучшая книга года» первенство отдано семейной саге «На берегу тьмы» Натальи Соловьевой. В номинации «Лучшее продолжение книги» жюри присвоило награду повести Александра Шабанова «Болеслав II. История еще одного дня». «Мы с вами хорошо себе понимаем следующее. Каждый текст, который мы пишем, это наша с вами попытка преодолеть собственную смерть, решить вопрос о собственной бессмертии. Потому что мы не просто оставляем след, оставляем текст. Текст – это, как говорил Лотман, поступок, поступок, который для нас важен, как произведение собственного, выдыхание собственных мыслей». Интересным было и общение с публикой Григория Бакуса, получившего свою тыкву в номинации «Лучшая публикация» за книгу «Франс фон Потчи». «Мне очень понравилось сегодня выступление Григория Бакуса. Но я примерно знала, что так и будет, потому что я слушала его много раз и на страшных чтениях, и в других местах. Я знаю, что он великолепный рассказчик, я знаю, что у него прекрасные произведения. Но мы всегда стараемся сделать так, чтобы всех было интересно слушать». Но «Гнилая тыква» на этот раз была отдана не автору самого провокационного произведения, а находчивому зрителю, придумавшему несколько странную загадку о тыкве. «Мне очень понравилась атмосфера этого мероприятия. Это очень интересно, очень необычно. Я первый раз такое встречаю, чтобы какое-то филологическое мероприятие сопровождалось такими тыквенными атрибутами. Это очень ново для меня, правда интересно». А завершился творческий вечер выступлением солиста группы «Синдикат» Влада Виноградова. «Мой город, моя земля! Сердце бьется в руки, как зверь! Мой город, моя земля! Это город, конечно, ты!» Церемонию награждения победителей премии «Золотая тыква-2021» наблюдали Анастасия Шишкина, Анастасия Степаненко и Алексей Горобий. «Да, кому тыква, кому корона. Каждый выбирает сам. Популярные песни, цирк, стендап в стихах, харизма, талант, мужская энергетика – все это было на творческом этапе конкурса «Король университета». Так кто же взойдет на трон? Когда узнаем? Свет на эту загадку прольет Георгий Жилкин из самого центра событий». Гонка за титул «Короля университета» продолжается. На этот раз в творческом этапе проявили свои лучшие качества 20 невероятно талантливых, харизматичных и активных студентов. В этом этапе парни должны были продемонстрировать свои творческие возможности и поразить членов жюри. К сожалению, в этот вечер феерию мужской энергетики и талантов зрители могли наблюдать только через экраны своих смартфонов. Но даже так ребята смогли зажечь сердца зрителей. «Сегодня вообще какой-то роскошный концерт получился, неожиданно еще и завершение великолепное, и в принципе не было таких номеров, которые прям как-то выпадали. Мне кажется, очень много действительно талантливых молодых людей были на сцене, и я думаю, что жюри будет по праву оценивать каждого, и я думаю, у каждого будет очень много баллов». Надо сказать, что конкурс был разработан самими студентами год назад на базе школы творческого актива ТВГУ. Задумывался он несколько иначе, но то, что вышло в свет, не оставило никого равнодушным. Скажи, пожалуйста, как нам известно, это ты предложил такую идею сделать конкурс для мужчин по аналогии с королевой университета. Расскажи, как это придумывалось, что ты в это вкладывал и получилось ли? «Честно, прям грандиозных открытий я не совершил, просто смотрел на конкурс королевы университета и понял, что королям нужен такой же. Примерно по этапам все практически одно и то же. Правда, был еще один этап, который мне забраковали, это свидание с тремя женщинами разных возрастов и общение на разные темы». Действительно, конкурс получился потрясающим и захватывающим. Напомним, что новоиспеченный король ТВГУ взойдет на престол 28 декабря, когда будут подведены итоги, которых и мы, Георгий Жилкин и Алексей Горобий, ждем с нетерпением. Откроем вам секрет. Георгий Жилкин – один из претендентов на титул короля университета. Что ж, наберемся терпением. Время летит быстро, а сейчас нам пора заглянуть в ближайшее будущее, точнее, в грядущую неделю. Как всегда, поможет нам в этом проректор ТВГУ Наталья Сердитова. Здравствуйте, Наталья Евгеньевна. Порадует ли интересными событиями и следующая неделя? Здравствуйте, Юлия. На следующей неделе нас ждут такие мероприятия. 18 декабря состоится чемпионат по волейболу среди мужских команд. Болеем и приходим на соревнования. 22 декабря в киноконцертном зале «Панорама» состоится расширенное торжественное заседание ученого совета Тверского государственного университета, посвященное 50-летию ТВГУ в статусе университета. В этот же день мы будем праздновать и поздравлять наш замечательный народный коллектив фольклорный ансамбль «Славяночка» с 54-х летием. Ну и закрывает театральный сезон 2021 года спектакль театра-студии «Зеркало» «Последний пылки влюбленной». Приглашаем и ждем с радостью на наше мероприятие. И, конечно же, о погоде. Выходные. Центр нашей страны и, соответственно, наш регион вновь попадут под удар стихии. Все дело в том, что к нам спешит очередной североатлантический циклон. Если в субботу и воскресенье температура воздуха в дневные часы еще минус 1 градус, а в ночные минус 3-4 градуса и ветер юго-западных направлений 4-5 метров в секунду, то с понедельника характер погоды начнет меняться. Мы с вами привыкли, что в это время сезона североатлантические циклоны, как правило, приносят большое количество осадков в виде снега и потепления. И осадки могут из снега превращаться в дождь. Вот здесь произойдет наоборот. Это будет исключение. И вместо теплого, согретого гольфстримом воздуха атлантического в наш регион будет поступать ледяной арктический воздух из акваторий Баренцева и Карского морей. Таким образом, в воскресенье выпадет достаточно большое количество осадков в виде снега. Ночь с воскресенья на понедельник уже ожидается довольно холодной. Ну а начиная с понедельника, в понедельник еще температура воздуха в дневные часы минус 4, минус 5 градусов, а вот уже вторник, среда и четверг в дневные часы минус 19 градусов. В ночные же столбики термометров будут опускаться ниже 20 градусов, 21-23 градуса мороза. При этом ветер изменит свое направление в понедельник на северное, северо-западное. Но в понедельник он достаточно будет ощутимый 6 метров в секунду, затем стихнет до 4. И надо отметить еще следующий момент, что в воскресенье атмосферное давление очень сильно будет понижаться. Если в субботу оно будет составлять еще 749 миллиметров тутного столба, то в воскресенье уже 726. Потом, правда, также быстро начнет подниматься, но до значения ниже нормы. 740-742 миллиметр тутного столба в начале следующей недели. Учитывая такой прогноз погоды, я желаю всем здоровья, берегите себя, будьте внимательны и осторожны. Всем удачи, хорошего настроения. С вами Тверской государственный университет. Спасибо, Наталья Евгеньевна. Наша программа подошла к концу. Мы рассказали сегодня о главных событиях студенческой жизни. Но, как вы понимаете, впереди тоже не будет скучно. Так что пока прощаемся, чтобы снова встретиться здесь же. Пока!